Открытые колодцы и утечки на водоводе. Жители Самары жалуются городским властям на работу коммунального предприятия. По словам глав районов, со стороны ресурсоснабжающей организации нет своевременной реакции на устранение возникающих проблем. Только в железнодорожном районе Самары сегодня 24 аварийных объекта. Да, там где аварийные ситуации, которые угрожают отключению холодного водоснабжения, СКФ достаточно быстро реагирует. Если утечка не угрожает, то она устраняется, скажем так, не сразу, мягко говоря. Есть утечки у меня, которые с мая месяца мы передаем, и с мая месяца они не устраняются. Там течет, течет, течет. Такое количество повреждений в железнодорожном районе может быть связано с техническими особенностями водопроводов. На сегодня по Самаре выдано свыше 60 разрешений на вскрытие. Больше половины из них это аварийные участки. Руководство коммунального предприятия уверяет, дорожные карты, по которым ведутся работы, составленные отклонения от графика нет. У меня нет сетей в отдельно взятом районе. Мы работаем в целом по городу. Но когда вы говорите эти фразы, вы, пожалуйста, делайте оговорки, что, например, по адресу такому-то мы устраняли долго, потому что стояли гаражи, потому что стояли детские площадки, потому что росли деревья, которые надо было спиливать, и мы потратили на это 3-4 часа лишних. Здесь каждая раскопка имеет свою историю. Меня, как главу города, все-таки в первую очередь беспокоят сроки восстановления благоустройства и качественного восстановления. То, что положительная динамика, это и замечательно, но в любом случае, когда, в принципе, у нас будут только благодарности и ни одного инцидента, тогда мы уже друг другу будем вешать медальки. К 1 сентября 70 учебных заведений после капитального ремонта откроют свои двери. На их обновление было направлено свыше 100 миллионов рублей. Ремонтируют пищевые блоки, меняют кровлю, коммуникации, противопожарное оборудование, проводят отделочные работы. Еще один вопрос, который поднимался на рабочем совещании, касался подготовки к рейтинговому голосованию. Уже на этой неделе самарцам предстоит выбрать парки, скверы, бульвары, которые преобразят в 2020 году. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» и федеральной программе формирования комфортной городской среды. Голосование будет проходить в электронной форме. Для тех, кто не имеет возможности выхода во всемирную паутину, будут организованы специальные интернет-пункты. Мэри Илчан, Максим Гусев, События.